Добрый вечер. Час новостей на 12-м канале в студии Денис Жарко в этом выпуске. Звал воевать за ИГИЛ, но попал за решетку. Вербовщик-джихадист из Омска попросил скостить ему срок, что решил Верховный суд. Не хотели возить людей по шести нерентабельным маршрутам? Прощайтесь с тремя десятками выгодных. В споре перевозчика Минтранса суд поставил точку, когда возобновятся автобусные перевозки в южные районы. Как жить будем? Новые задачи и пути их решения. Губернатор выступил с бюджетным посланием перед законодательным собранием. Не хватило топлива. Названа причина крушения вертолета на Ямале. Тела погибших омичей доставили в регион сегодня. Сначала учеба, потом армия. Это и другие новшества призывной кампании. Им могут не пережить зиму. Синоптики советуют садоводам утеплить деревья. Взвал воевать за исламское государство, а в итоге оказался за решеткой. Верховный суд оставил без изменений приговор омичу джихадисту. Его еще в августе приговорили к лишению свободы на 4,5 года. Мужчина вину признал, но решил обжаловать приговор. Анна Кокорина о том, удалось ли омичу завербовать в ИГИЛ кого-нибудь из жителей региона. Об этом дне приверженец джихада Рахимов вполне вероятно хотел бы забыть несколько секунд. И группа захвата задерживает мужчину. За что? Амич не спрашивает. О том, что ИГИЛ запрещен на территории России, знал, но пытался вербовать людей. Достоверно известно, что с мая по декабрь прошлого года он предлагал нескольким жителям Омской и Тюменской областей ехать в Сирию. Воевать за исламские ценности. Предполагаемым коллегам показывал материалы, которые получал через интернет. В распечатках все о лидерах и идеологах ИГИЛ. Они теперь главное доказательство вины Амича. Впрочем, как выяснилось, даром убеждения мужчина владеет не в полной мере. Идеями джихадистов никто не проникся. Вот и на суде его речь большого впечатления не произвела. Хочу просто жить. Хочу к детям. Я осознал свои ошибки. Сознал даже саму суть жизни. Что заставило отца семейства вербовать людей в ИГИЛ, неизвестно. Рахимов заявил, вину признает полностью, раскаялся в содеянном и более того, давно сомневался в необходимости ехать в Сирию. К концу следствия от радикальных взглядов Амич и вовсе отказался. Однако коллегия судей Московского гарнизонного военного суда приговорила его к 4,5 годам заключения. Несмотря на полное признание вины, Рахимов обжаловал приговор в части назначенного размера наказания. В октябре 2016 года коллегия Верховного суда Российской Федерации постановила оставить приговор суда первой инстанции в отношении Рахимова без изменения. Приговор вступил в законную силу. Несостоявшийся вербовщик отправился в колонию общего режима. Анна Кокорна, Танделя Бахтиярова, 12 канал. Автобусные привозки в Южный район области возобновятся. Правда, не раньше, чем через месяц. С точку в споре регионального Минтранса с одним из перевозчиков сегодня поставил арбитражный суд. Напомню, разногласия начались, когда фирма отказалась обслуживать 6 маршрутов южного направления, мотивируя это их нерентабельностью. Тогда министерство обратилось в суд с требованием забрать у перевозчика карты всех 34 маршрутов так называемого южного лота. Суд этот иск удовлетворил решение в топе в силу через месяц. И только тогда министерство сможет объявить новые конкурсы и закрепить южные маршруты за новой фирмой. Пока же с помощью других перевозчиков организуют подвоследие в районные центры, пытаются увеличить количество автобусов на маршрутах, которые связывают населенные пункты с Омском. Но это лишь временная мера. К сожалению, судом не принято решение об обязанности отшлять перевозку в период этого месяца, так как сейчас у нас отсутствуют правовые основания выдачи карт другим перевозчикам. В этой связи у нас возникает вопрос в течение 30 дней, как обслуживать на законных основаниях эти маршруты. Соответственно, мы будем объявлять конкурс и отбирать перевозчиков на следующий период осуществления перевозок. Наша компания будет работать, продолжать в другом формате, не касаемо перевозок на южном лоте. Данные перевозки осуществлялись до октября месяца, пока Минпром не подал в суд. Так как Минпром подал в суд об отзыве всех свидетельств, мы вынуждены были остановить перевозки. И в данный момент, после сегодняшнего судебного заседания, все свидетельства у нас отозваны. 2017-й в Омской области объявлен годом животноводства. Правительство региона уделит большое внимание развитию мясной и молочной промышленности. В ряде районов планируется построить новые животноводческие комплексы, а аграрии получат ощутимую финансовую помощь из бюджета. Об этом сегодня сообщил губернатор Виктор Назаров. Глава региона огласил ежегодное послание депутатам законодательного собрания. Перед нынешним созывом областного парламента он выступил впервые. Впрочем, отличие не только в том, что в зале заседаний было много новых лиц, но и в задачах, которые глава региона поставил перед депутатами и министрами областного правительства, а также в новых подходах к их решению. Каких именно, знает Денис Овлев. Область научилась жить в условиях снижения налоговых доходов, начал губернатор. Все социальные обязательства выполняются, реально решаются проблемы. В прошлогоднем послании состояние дорог названо главное из них, а сегодня острота во многом снята. Более того, регион может получать по миллиарду рублей на эти цели от федерации ежегодно до 2025 года. Серьезно снижены расходы на обслуживание госдолга. Органам власти поручено как можно меньше тратить на собственные нужды. Но коренное решение проблемы региональных финансов сегодня назрело в масштабах всей страны, и областным депутатам губернатор поручил активно поучаствовать в этой работе. Уважаемые депутаты, предлагаю вместе поработать над инициативами по внесению изменений в федеральное законодательство, которые позволят установить более справедливый принцип распределения доходов, переломить тенденцию снижения бюджетной обеспеченности Омской области. Перестройка системы госуправления в области, проектный подход в работе правительства, инициатива и персональная ответственность руководителей за результат во всех сферах. Особое внимание машиностроению и сельскому хозяйству, в сфере экономики, инвестиционному климату и увеличению зарплат. Малому бизнесу, в котором работает уже 37% населения области, гарантии избавления от докучливого внимания многочисленных контролёров. Приоритет отдан профилактике и проверкам, без применения административных санкций. Контролёр должен не только сегодня наказывать, но и консультировать, советовать и предупреждать ошибку. Кроме того, мы сформируем реестр обязательных требований, предъявляемых бизнесу, и подготовим предложения по отмене избыточных и устаревших. Социальная политика – ещё один из приоритетов. Но что касается всевозможных льгот, то они должны предоставляться только действительно нуждающимся, тем, кто на самом деле оказался в трудной ситуации и не справится без помощи государства. Что касается льгот, то всё-таки они должны быть адресными и назначаться, исходя из принципа нуждаемости. Льготы должны получать именно те, кому они действительно нужны. Это справедливо. И для этого мы продолжаем работу, разработку соответствующих критериев и форм поддержки. Значительное внимание губернатор уделил в сфере ЖКХ и официально объявил, пресловутая социальная норма электроэнергии в области вводиться не будет. Решение уже принято. Также принято решение не вводить социальную норму на электроэнергию. Опыт пилотных регионов показал, что это не даёт необходимого эффекта. Предполагалось, что населению будет комфортно оплачивать электроэнергию по соц. норме и рассчитываться по минимальному тарифу. Но на практике оказалось, что социально незащищённые категории граждан потребляют наибольшее количество ресурса. Комментируя послание журналистам в перерыве заседания законодательного собрания, губернатор особо отметил важность поднятой им темы перераспределения доходов между федеральным центром и регионами. Сегодня она волнует многих. И решение вопроса – главное условие сохранения самодостаточности регионов, их способности обеспечивать качество жизни людей. Нам достается меньше половины того, что мы даём. И, безусловно, сегодня этот вопрос назрел. И мы тоже должны понимать, что почему регион даёт хорошую финансовую поддержку, а взамен получает в два раза меньше, чем другие регионы. Это просто на сегодня несправедливо. И, безусловно, для того, чтобы эту проблему решить, нужно изменить законодательство. Законодательство изменить в части распределения доходов, в части консолидированной налоговой группы. Поэтому просто так сегодня взять и сказать – верните, нельзя, потому что есть закон. И только по изменению закона, безусловно, мы сможем получать те преференции, которые сегодня достойны наши жители региона. Реакция депутатов на послание оказалась весьма позитивной. Через решение проблемы доходов бюджета и новое качество управления можно разрешить и многие застарелые проблемы области, добиться ускорения её развития, считает Игорь Антропенко. Цель – повышение качества жизни в регионе. Очень большое внимание губернатор уделил своему выступлению именно этим организационно-методическим аспектам. Отсюда же вытекает и по-прежнему социальная направленность, риторики, повестки и выступления. То есть это бюджетники, повышение бюджета, увеличение бюджета региона, увеличение налоговых поступлений в условиях ограниченного ресурса, перераспределения ресурса на те проекты, которые уже реализуются, в том числе и развитие инфраструктуры, транспортной инфраструктуры региона. В завершении послания глава региона процитировал Эйнштейна «бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов». Изменения назрели и то, насколько результативными они окажутся, зависит от всех, кто сегодня работает в системе власти. Отсидеться за спинами не получится. С неэффективными и ждущими указаний сверху руководителями глава региона намерен незамедлительно расставаться. Денис Иовлев, Павел Манжос, 12 канал. Первое заседание депутатов Заксобрания нового созыва выдалось напряженным. Во-первых, пришлось рассмотреть довольно обширную повестку. Во-вторых, рассматривали важные и спорные законопроекты. Так, например, депутаты горячо обсуждали изменение налога на имущество для административно-деловых и торговых центров. Сейчас его рассчитывают, исходя из стоимости самого здания, а предлагают от стоимости земли. То есть торговых комплексов, находящихся в центре города, можно будет получить больше налогов. Причем закон был принят на федеральном уровне еще в 2014 году. За два года его у себя ввели 63 региона, теперь рассмотрят новые налогные имущества и в Омской области. Минэкономики предлагают сделать введение постепенным, чтобы не шокировать предпринимателей. Так, для торговых и офисных центров налог составит 1%, и ввести его предлагается с 2018 года с повышением до 2% к 2022. Есть предприниматели, которые находятся на специальных налоговых режимах. Они сейчас не платят налог на имущество. И переход на такую систему исчисления также предлагается плавно, начиная не с 1%, а с 1,1%. До максимальной ставки 2% в 2022 году. Изменение налога на имущество уже вызвало недовольство. Некоторых депутатов, владельцев больших торговых центров, так что впереди долгое обсуждение. Но по предварительным расчетам, введение налога даже с минимальными ставками позволит увеличить областную казну как минимум на 270 миллионов рублей в год. Тела омских вахтовиков Бориса Антонова и Андрея Афонина, погибших на Ямале, сегодня доставили в Омск. Доставку тело организовала компания «Работодатель». Авиарейсом из Нового Рингоя их отправили в Тюмень, оттуда на машинах в Полтавские и Черлагские районы. Между тем, в Межгосударственном авиационном комитете сообщили причину трагедии на Ямале. По данным ведомства, вертолет Ми-8 потерпел крушение из-за нехватки горючего. На борту имелся минимальный запас топлива, но плановой дозаправки при этом в полете не было. Из-за ухудшения погоды вертолет не смог приземлиться на посадочной площадке «Ротор-40». Топлива до пункта назначения не хватило. Последние 14 минут вертолет много раз менял высоту, курсы, скорость и потерпел крушение в 45 километрах от Уренгоя. 19 человек, находившихся на борту, погибли на месте. Троим удалось выжить. Они сейчас под присмотром врачей Ямала-Ненецкого автономного округа. Первая партию омских новобранцев сегодня отправилась в войска. Напутствовали призывников на областном сборном пункте. Части из 94 будущих бойцов пополнит сухопутные войска Центрального военного округа. Небольшая группа сформирована для ракетчиков и сил стратегического назначения на северных границах России. Остальные долг Родине будут отдавать в Национальной гвардии, которая, по предложению президента Владимира Путина, была создана в этом году. Главное новшество нынешней призывной кампании – отсрочка для студентов среднеспециальных учебных заведений, ПТУ, техникумов и колледжей. Теперь государство дает возможность молодым людям сначала получить профессию, а уже после идти в армию. Напомню, осенняя призывная кампания завершится 31 декабря. За это время в ряды вооруженных сил России из Омской области отправится больше двух тысяч человек. И смотрите во второй половине выпуска. Путевка в небо от депутата Госдумы Виктора Шрейдера просит помочь с возобновлением выпуска в Омске самолета Ан-3. Как пройти библиотеку, о чем омские любители детективов, спрашивали корифеев жанра литераторов Литвиновых. И могут не пережить зиму. Синоптики советуют садоводам утеплить деревья. Возобновить производство в Омске самолетов Ан-3 предложил сегодня ветеран производственного объединения «Полет». Разработки он представил депутата Госдумы от Омской области Виктору Шрейдеру. Народный избранник сегодня провел прием граждан. На серийный выпуск «Кана» в бюджетах разных уровней денег нет, отвечают пенсионеру в разных инстанциях. Хотя воздушное судно обладает исключительными характеристиками. Запросы в Минпромтор к МЧС отправит и Виктор Шрейдер. Депутат пообещал посодействовать в решении вопроса. Амичи нашли собаку с перебитыми лапами и спасает ее от гибели. Сообщение о том, что бедняга умирает на улице, появилось в социальных сетях. Автор рассказал, что собаку сбила машина, кто-то зашил ей лапы, а затем просто оставил на улице, недалеко от магазина. На помощь откликнулись волонтеры. Они увезли несчастного пса в ветклинику. В ближайшее время ромашки, так назвали нового подопечного, предстоит сложная операция. За защитники просят неравнодушных помочь финансово. Волонтеры верят, пес сможет поправиться и забыть о том, как жестоко с ним поступили. Ведь история ромашки не единственная. Продолжит Екатерина Балучевская. Евгения Казакова – земной ангел-хранитель собак и кошек. Сегодня женщина с большим сердцем принесла угощение для своего нового друга – четырехлетней дворняги ромашки. Беззащитная собака, она крупная, она привыкла всегда быть самостоятельной. А тут она бездействует. Очень хочется помочь. Накануне ромашку нашли с перебитой лапой у одного из омских магазинов. Собаки зашили пострадавшую конечность, но приютить не смогли. Обратились к Евгении. Не надо бояться. Нет, это хорошая любовь. Собака напугана, Евгения говорит. Проблемы с лапами у дворняги – следствие сильных побоев. Помимо травм у пса, проблемы с печенью. Есть подозрение, что просто собаку укусил клещ. То есть, скорее всего, кроме вот этих травм, там и другие еще проблемы у нее. Задняя лапа травмирована, но там не сильно, там просто скальпированная рана. И сломана передняя лапа. Перелом нужно будет собирать, то есть там будет операция, антибиотикотерапия. Когда операция будет сейчас сказать сложно, потому что собака сейчас будет находиться под капельницей каждый день. Когда ее состояние уже будет в норме, тогда уже будем оперировать. Месячный реабилитационный период «Ромашка» пройдет уже в специальном собачьем пансионате. Для новой постоялецы уже приготовили люкс. Вот у нас хорошие новые будки на заказ. Нам выслали помощь, кстати, из Америки. Выслали денег нам для будок новых. Да, вот так они открываются, чтобы можно было внутри утеплить, почистить. Сосед «Ромашки» – друг по несчастью Джульбарс. Его в августе тоже нашли со сломанными лапами. Объявили срочно сбор денег, провели необходимое лечение. Теперь пес абсолютно здоров и признателен своим спасителям. А вот на операцию для «Ромашки» стоимостью 15 тысяч рублей денег пока не хватает. Неравнодушные мечи, готовые помочь собаке материально, могут перевести деньги на специально открытый счет. Уточнить реквизиты можно у кураторов в группе сообщества в социальных сетях. Екатерина Булучевская, Андрей Циханович, 12 канал. 12 стульев из дворца увидят и мечи. Через два месяца в музей в Рубеле откроется выставка, оформил которой известный омский художник Дамир Муратов. Выставочный проект – победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Потанина. Что войдет в экспозицию пока тайно, известно только, что мечи увидят не только картины, но и предметы дореволюционного интерьера. И сейчас ко мне в студии присоединяется куратор проекта «12 стульев из дворца» или «В поисках сокровища русской аристократии» Иван Гольский. Иван, здравствуйте. Почему выставочный проект называется «12 стульев»? Есть какая-то аналогия с Ильфом и Петровым? Здравствуйте. И безусловно. И так как действительно нужно быть кратким, два направления. Мы говорим о том, что музей основан в 1924 году. В романе описывается вся та ситуация с распределением дореволюционных сокровищ. Что-то попадает в музей, что-то идет на аукцион. Но мы в музее бендеры, мы подчеркиваем, почему мы любим свою работу. Мы все время ищем сокровища. Мы имеем стулья, а ищем ордера. Мы бендеры наоборот. Мы исследуем весь Советский Союз, чтобы собрать бывший единый гарнитур, понять, что от чего. И это интересно. И это мы расскажем зрителю. Какие сокровища русской аристократии найдут омичи, которые придут на выставку? И вот такой еще вопрос, насколько я знаю, будет организована по принципу музейной ночи. Мы в том числе подчеркиваем, что мы хотим сделать музей более современным и привлекательным для молодежи, для наиболее активной части населения. И в том числе нужна тематическая история. Отсюда появляется и роман. Мы предлагаем понятную историю. И мы из зала в зал двигаемся согласно сюжету. Мы первый зал представляем брак по расчету. Большевики захватывают самое роскошное дореволюционное собрание князей Исуповых. Оно во многом обогащает Эрмитаж. В дальнейшем мы работаем с ордерами и архивными документами канцлера Горчакова. Вы не поверите, но в Омске большая часть его живописной коллекции. И мы ее впервые блоком представим. Дальше мы поговорим о вкусах Эллочки-людоидки и насколько это плохо. Стремиться к красоте и роскоши и декоративному богатству, хотя это может приобретено дешево, но выглядит дорого. Мы поговорим о реставрации и покажем, что действительно музейщики засовывали свои руки в стул и что-то там находили. Какая центральная тема в этом году? В этом году мы, конечно, хотели подчеркнуть нашу любовь к Омску. О том, что если вы не знаете, если вы не представляете, как вы можете любить свой город. И, конечно же, генерал-губернаторский дворец – центр сердца государственности Омска. Если говорить о праздновании, то оно должно начинаться со дворца. Но, к сожалению, есть название, но нет дворца. И мы этим выставочным проектом хотим снова вернуть облик этому памятнику архитектуры, историческому памятнику, за счет введения в него максимально дворцового искусства. Мы не можем восстановить стены, но мы можем наполнить его вот этим духом аристократии. До открытия выставки два месяца. Что сейчас происходит в генерал-губернаторском дворце? Я так понимаю, монтаж экспозиции «Кропотливый труд». Чем сейчас занимается Дамир Муратов? Дамир Муратов как раз-таки готовит то, что мы называем декорациями. Дамир Муратов, самое главное, готовит впервые для музея, созданную художником, целую линейку сувениров. Мы как раз-таки любим Дамира за его идеи, за его простое прочтение, но свежее прочтение классики. И мы через цитаты романа сможем подчеркнуть его актуальность и как раз-таки подарим амичам тот сувенир, который хочется купить. Спасибо, Иван. С нами был Иван Гольский, куратор выставочного проекта «12 стульев». Они известны, но мало кто узнает их в лицо. Анна Сергея Литвиновой рассказали, как пройти библиотеку. Авторы шести сборников рассказов, выпущенных с совокупным тиражом свыше 8 миллионов экземпляров, сегодня в Омске встретились с читателями. В наш город литераторы прибыли в рамках проекта «12 канала». Встреча прошла в формате диалога. Поклонников творчества Литвиновых интересовало, кто главный в дуэте, кому в голову приходит и больше оригинальных идей, несложно ли писать вдвоем. И, конечно, спрашивали, чего еще читателям ждать от родственного тандема. Как говорят писатели, точку они еще не поставили и пообещали читателям еще не одну встречу с героями детективных произведений. А сейчас время новостей спорта. Я приветствую в студии Алексея Дареева. Привет, Алексей. Привет, Денис. Алексей, накануне произошло событие, можно сказать, историческое для омского волейбола. Да, мы уже рассказывали о том, что амичка волейбольная «Де Юре» уже прекратила свое существование. Зато наша новая команда «Омсибгор» вчера провела первый в истории матч. Минувшим вечером омская волейбольная дружина в Красноярске, где стартовали игры первого тура чемпионата России среди женских команд высшей лиги Б, уступила иркутская «НГР» со счетом 1-3. Напомню, что команда «Омсибгор» была образована только в начале сентября. Будем надеяться, что все ее победы еще впереди. Прямо сейчас к другим новостям. Омская баскетбольная команда «Нефтяник» в рамках чемпионата России среди женских команд провела вчера одну из самых неудачных игр за все последние годы. Наша команда в Курске уступила местному «Динамо» со счетом 51 на 71. Неприятности для амичек начались еще до матча, когда стало известно, что из-за высокой температуры на паркет не выйдет разыгравшаяся виктория и дамаха. Не самым выдающимся получилось и начало. К экватору первой четверти гости уступали с разницей минус 8. По большому счету, исход игры стал ясен еще после первой половины, когда «Динамо» удалось оторваться на 21 очков. Напомню, днем ранее амички также проиграли в Курске. Тогда счет был 51 на 62. Впрочем, отчаиваться и пребывать в депрессии у «Нефтяника» времени нет. Уже через три дня амичек ждет гостевая встреча с УГМК юниором. Надеемся, что к этому времени наш тренерский штаб успеет провести необходимую работу над ошибками. А теперь о хоккее. На вчерашний матч в Уфу ястребы прибыли с не самым лучшим психологическим настроем. За плечами у нас числилось четыре поражения в пяти последних матчах. И уступать Салавату было совсем не с руки. Потеряемы первое место в дивизионе Чернышева и сразу бы рухнули куда-то в середину таблицы Восточной конференции. В течение двух первых периодов «Авангард» показывал, пожалуй, свой лучший хоккей в этом сезоне. Уже на пятой минуте, забытый всеми на пятачке, Паршин открывает счет. Прошло чуть меньше десяти минут и Саботка реализовал выход 1 на 1 с Гавриловым. 2-0. Впереди «Авангард». На 26-й минуте Лемтюгов делает счет 3-0. Тут не обошлось без рикошета, но Захаркин, видимо, чтобы взбодрить команду, заменил Гаврилова на Светберг. Хозяев вернул в игру Капризов, откликнувшись на чудо-подкидку Хартикайнера. Вскоре бывший лучший на опальный стрелок «Авангарда», а ныне уфимец Куляш, сокращает разницу в счете до минимума. К счастью для нас, на большее хозяев льда не хватило. Более того, счет должен был вырастить до 4-2, но арбитр Эдуард Одинч не обратил внимания на удар по рукам Валентина Пьянова, собравшегося поразить пустые ворота. По правилам в таких случаях засчитывают гол. Федор Конорейкин отреагировал на этот судейский недогляд весьма эмоционально, но вскоре остыл. Реванш, что за наше поражение на Омском льду в начале сезона, все-таки состоялся. Нам удались сегодня два периода. Мы и в игру хорошо вошли, и контроль шайбы был хороший. Я думаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше. Что касается третьего периода, то тот план на игру, который мы выполняли 40 минут, мы в последнем периоде перевернули сами, я думаю, страницу. Конечно, мы имели сегодня очень сильного соперника, которого вернули в игру в третьем периоде, имели проблемы в третьем периоде. Хорошо, что доиграли до конца, но сказал ребятам, что надо работать весь матч. Авангард теперь ждет 10-ти дневный отдых? Да, действительно, но только до начала паузы в чемпионате еще успеем завтра в Челябинске сыграть с трактором. А потом Фурх, Рой, Густавсон и Аннелев разъедутся по своим национальным сборным, остальные немножечко отдохнут и начнут тренироваться. Именно в ходе этих тренировок нашей команде присоединится новобранец, 27-летний защитник Александр Осипов, перешедший в Омск из московского «Динамо» в результате обмена на 32-летнего Андрея Кутейкина. В нынешнем регулярном чемпионате Осипов сыграл за белоголубых 13 матчей и сделал две результативные передачи при показателе полезности плюс 4. Пожелаем ему удачи в авангарде. Любите спорт. Спасибо, Алексей. Это были новости спорта от Алексея Дареева. Садоводам советуют утеплять корни деревьев листьями и хвойными опилками. Этой зимой многие растения могут серьезно пострадать и даже погибнуть. Все дело в аномальных погодных условиях. На затянувшийся и по летнему теплый сентябрь многие деревья отреагировали, как на наступление весны – зацвели. Листопада, как такового, не было. Не везде листья успели даже пожелтеть. Это значит, что растения не запаслись необходимыми для зимовки минеральными веществами. Между тем, по прогнозам синоптиков, Омск ждет аномально холодная зима. Такой в регионе не было с 1984 года. Такую зиму, по мнению специалистов, деревья аборигены выдержат. А вот, к примеру, яблони, которые до сих пор стоят зеленые, могут погибнуть. Естественно, многие растения наши могут оказаться беззащитными, потому что в суровом условии произойдет вымерзание древесины, побегов и, естественно, цветочных почек. То есть мы можем много потерять урожая, плодов. И, главное, сами растения могут даже погибнуть. Все наши новости на сайте 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды. Дождитесь. Евроокно Стандарт. Балконы и лоджии. 700-007. Скажите, а где тут салон красоты? Точно справок не дает? Точно. Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальные информации о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным. Работает оффлайн. Девушка, а вам точно охрана не нужна? Цука, айба, цука, айба. Бей, команда. ГУРМАСТЕР Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас макароны Алмак 28,50 за килограмм. Окрочок бролера 89 рублей за килограмм. Соус майонезный Гурмастер 400 миллилитров 19,50. Ура! Ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. СМОТРИ НЕ СПЕША Спутниковая ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. СМОТРИ НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ Думать, что воровство электроэнергии не касается лично вас – большая ошибка. Если в вашем доме постоянные скачки напряжения, уничтожающие вашу бытовую технику, как правило, это следствие незаконного подключения. Ваш дом или квартира могут сгореть от короткого замыкания, случившегося по вине энерговора. Позвоните по номеру 8 800 1380 и сообщите о фактах хищения электричества. Позаботьтесь о своем будущем и будущем своих детей. Даже дети знают честных людей намного больше. Компания «Форус». Кухни, шкафы-купе на заказ. Окна ПВХ, остекление балконов. Достойное качество, доступные цены. Телефон 635-00. Рассрочка без переплаты. Годовщина свадьбы, важный экзамен, день рождения тещи. Есть даты, которые нельзя забывать. 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Уведомление придет заказным письмом, а пользователи личного кабинета налогоплательщика получат его в электронной форме. Внимание предпринимателей и учредителей! Впервые в Омске 5 декабря бизнес-встреча «Встречный ветер» во главе с известным бизнесменом, международным экспертом в области управления Владимиром Кусакиным. Научитесь управлять своим бизнесом в условиях встречного ветра. Получите четкий список действий по увеличению дохода. Все знают, что большая часть капиталов зарабатывается в кризис. Узнай, как. Количество мест ограничено. Хватит ждать. Звони 8-913-70-70-500. И о погоде завтра. 28 октября в регионе снег, начиная температура воздуха в районах, до минус 6 градусов, днем 0-3. В Омске ночью также до 6 градусов, со знаком минус, днем до 4 мороза. Ветер умеренный, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова